Здравствуйте! В эфире информационная программа «День республики» и с вами Нагана Кашранова. День республики «День республики» С 20 января все школы-лифты перешли на дистанционное обучение. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Калмыкии Джанго Санджиев. По итогам второй календарной недели года в Элисте наблюдается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу. Зарегистрировано 1355 случаев. Прирост по сравнению с первой неделей года составил 98,5%. Среди детей школьного возраста заболеваемость увеличилась в 3,5 раза. Перевод на удаленку коснется также дополнительных секций кружков, независимо от формы собственности. Детские сады пока работают в штатном режиме. Что касается ситуации в районах, там ситуация пока стабильная. Мы не видим резкого ухудшения. Мы видим рост заболеваемости. В части районов заболеваемость среди старших классов, в части среди младших. Поэтому на сегодняшний день ситуация пока терпит. Но на следующей неделе мы будем опять же перенимать решение по учебно-воспитательному процессу в остальных муниципальных районах республики. Хочу предупредить слушателей, жителей республики Калмыкия, что в связи с активизацией вот этого штамма омикрон у нас будет очень высокая заболеваемость. Поэтому хочу предупредить, что у нас будут высокие цифры заболеваемости. Мы ничего не скрываем. Но для того, чтобы оценить ситуацию, в первую очередь смотрите на уровень госпитализации, летальности, обращаемости. Это будет основное. Хочу предупредить работодателей, что в связи с активной циркуляцией штамма омикрона у нас на территории республики будут определенные проблемы с трудовыми ресурсами и с кадрами. Будут болеть люди, будут сотрудники болеть. Поэтому не забывайте соблюдать меры профилактики на работе. Перевести большую часть сотрудников, не меньше 30%, на удаленный режим работы. В первую очередь это людей 60+, с проявлением хроническими заболеваниями. Ну и соблюдать, конечно, в семьях. У нас очень большая заболеваемость идет по семьям. В связи с тем, что омикрон очень заразен, предполагается, что самый тесный контакт – это в семье. И сейчас к сводке заболеваемости по COVID-19. За минувшие сутки вирус обнаружен у 71 жителя Калмыкии, сообщает региональный Минздрав. 17 граждан выписаны с выздоровлением. 181 человек получает лечение в инфекционных больницах. И 563 находятся в режиме домашней изоляции. Врачи напоминают о необходимости вакцинации против COVID-19. Также на ревакцинацию приглашают тех, кто больше 6 месяцев назад привился против коронавирусной инфекции. Ввиду появления новых штаммов, профилактика заболевания жизненно необходима. Кабинет вакцинации городской поликлиники по улице Ленина 231 работает с 8 до 20 часов. В филиалах в 1 и 6 микрорайонах можно получить прививку с 8 до 18 часов. Уважаемые земляки, в России зарегистрирован новый штамм коронавирусной инфекции омикрон. Особенность нового варианта вируса еще и в том, что он быстрее и активнее поражает бронхи и легкие. Нужно соблюдать все меры профилактики, а при появлении признаков простуды как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Напоминаем вам о необходимости вакцинации. Также приглашаем всех, кто более 6 месяцев назад получил вакцину против COVID-19, пройти ревакцинацию. Заботитесь о себе и о своем здоровье. Укрепите свой иммунитет. Кроме того, усилена работа неотложной службы городской поликлиники на маршрутах. Находятся 6 бригад. Еще столько же обслуживают пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Вызов неотложной взрослой помощи можно сделать по телефону, которые указаны на ваших экранах. Сотрудники администрации Октябрьского района встретились со студентами КАЛМГУ разных курсов, которые являются уроженцами Октябрьского района. Приветствую гостей ректор вуза Бадбасалаев отметил заинтересованность университета и руководства Октябрьского района в совместных проектах, которые могут реализовываться с участием КАЛМГУ в агропромышленной сфере, научной и исследовательской деятельности, переподготовки и подготовки кадров для района. Малая родина, Октябрьский район, многим из вас, не только многим, а всем дал возможность жить, родиться, наслаждаться. Живут ваши там родные и близкие. И ведь очень важно, чтобы мы вас к этому призываем, чтобы вы были причастны и сопричастны в том числе развитию, в том числе видению своего района. В свою очередь глава Октябрьского РМО Басан Кубышаев рассказал о перспективах развития района. Также он рассказал, что выпускники КАЛМГУ могут уже сейчас принять участие в различных сферах деятельности, например, в вопросах мелиорации, землепользования и реализации других проектов, направленных на развитие района. У нас на сегодняшний день в Октябрьском районе жизнь не прекращается. Идет подготовка весенней полевым работам, идет большая работа по водоподготовке, идет большая работа по проектированию и по строительству, и по ремонту социальных объектов. В КАЛМГУ имеется и инновационный отдел, имеется и лаборатория. Все необходимые условия для того, чтобы помочь нам в практической деятельности, в том числе и теоретические знания, которые вы сейчас получаете, я думаю, они очень нам пригодятся. Я практически уверен в том, что каждый из вас здесь присутствующих поможет нам, если не сегодня, то уже завтра. Встреча завершилась с подписанием долгосрочного договора о сотрудничестве КАЛМГУ и Октябрьского РМО. Также в этот день Басан Убушаев вручил благодарности и премии студентам, отличникам учебы и активистам, представляющим Октябрьский район. К другим темам. В селе Троицкого Целинного района с начала года организован подвоз школьников к образовательному учреждению на новом комфортабельном автобусе. Детей ежедневно сопровождают ответственные лица из числа педагогов. По маршруту вместе со школьниками проехалась наша съемочная группа. Если раньше на дорогу до школы при хороших погодных условиях уходило до 20 минут, то сейчас время пути сократилось в два раза. Кроме того, стало намного безопаснее и комфортнее, рассказывает ученица Троицкой школы Велена Слюсарева. Когда появился автобус, стало очень удобно. Дети не ходят по морозу, и собаки у нас очень их много, и безопасность очень удобна и очень хорошо. Раньше перевозку детей осуществлял автобус марки ПАЗ. После 10-летнего срока службы автотранспорт был списан. В рамках федеральной программы образовательному учреждению выделили новый автобус. Автобус новый, комфортабельный, да? Да, ну маловатый, видите, так хороший автобус. А тот был ПАЗик тоже такой большой. 8 лет на нем возил. 7.50, выезжаем на рейс. Учитель сопровождает, говорит, время, все, чтобы было четко. Чтобы были вовремя в школе. Ярко-желтый автобус видно издалека. Он движется по специально разработанному маршруту. На остановках детей на учебу провожают родители. А по пути следования их сопровождает учитель. Родители и дети очень довольны, потому что маршрут удобный. Всех детей мы собираем. Они вовремя приходят в школу без опозданий. И тем более в такое зимнее время школьный автобус – это очень хорошее дело. Он только встает с такой радостью, чтобы ехать на автобусе до школы, чтобы пешком не ходить. Автотранспорт будет использоваться не только для перевозки детей в школы, но и для поездок в музеи, театры и другие учреждения. Автобус снабжен всем необходимым для безопасной перевозки. Благодаря реализации федеральной программы сегодня в каждом образовательном учреждении Целинного района есть свой автотранспорт. Автобус у нас «Газель Некст» имеет 22 посадочных места и укомплектован огнетушителями, двумя медицинскими аптечками. Также водитель квалифицированный, имеет доступ к управлению автобусом. Подвозим обучающихся к первому уроку детей с нашего микрорайона. Начинаем в 7.50 с улицы Городовикова, далее в 8.10 с улицы Ленина. Ко второму уроку мы подвозим также детей с данных улиц к 9 часам 20 минут. Таким образом, охват подвозом составляет около 80 детей ежедневно. Благодаря правительству Республики Калмыкия, Министерству образования и науки Республики Калмыкия, все образовательные учреждения обеспечены школьными автобусами. Подвоз детей на сегодняшний день у нас осуществляется только в селе Троицкое, потому что на наших сельских населенных пунктах нет такой потребности. Но, правда, дети выезжают на соревнования, на олимпиады, на всевозможные конференции, принимают участие на школьных автобусах. Автобус пока курсирует только по главным улицам села Троицкое, но в ближайшее время маршрут будет пересмотрен, чтобы охватить отдаленные уголки населенного пункта. Напомню, в прошлом году в рамках федеральной программы школьными автобусами были обеспечены 17 образовательных учреждений Республики. Светлана Дживил, Владислава Бадмараев, информационная программа «День Республики». В 2021 году более 22 тысяч жителей Калмыкии обратились за услугами Пенсионного фонда «Электроном». Самые популярные услуги коснулись выбора способа доставки пенсии. В связи с пандемией отделение ПФР рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет, чтобы реже посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной эффекцией. Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через личный кабинет на сайте фонда или портале госуслуг. В России с 30 декабря прошлого года отменили обязательный техосмотр и перевели его на добровольную основу. Теперь эту процедуру надо проходить только при постановке автомобиля на учет, либо при смене владельца, если возраст машины превышает 4 года. Положениями данного федерального закона определяется категория транспортных средств, проведение технического осмотра в отношении которых является необязательным, а также случаи, когда проверка технического состояния транспортных средств, находящихся в эксплуатации в форме государственного контроля за безопасность дорожного движения, не проводится. Так, федеральным законом устанавливается, что легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не подлежат обязательному техническому осмотру. Проведение технического осмотра указанных транспортных средств и оформление диагностических карт обязательны, если автомобили используются в служебных целях для перевозки пассажиров или зарегистрированных в такси. Периодичность техосмотра будет зависеть от года выпуска автомобиля и от целей эксплуатации. Отдел вневедомственной охраны Росгвардии по Калмыкии проводит учебно-тренировочные мероприятия по отработке действий при срабатывании сигнала тревога в охраняемых объектах. В ходе учений проверили тактические действия групп задержания сотрудниками ОВО, меры личной безопасности и угрозы совершения преступлений. Также особое внимание уделяется слаженности и правильности действий. Проводится проверка надежности тревожной системы оповещения. По словам сотрудников вневедомственной охраны учебно-тренировочные мероприятия направлены на пресечение возможных преступлений. В круглосуточном режиме экипажи группы задержания ОВО всегда готовы оперативно выехать по сигналу тревога и прибыть к месту происшествия в кратчайшие сроки. Хочу напомнить нашим гражданам, владельцам различных форм собственности, оборудование квартиры или иного объекта охранной сигнализации – самодейственная мера по профилактике предупреждения имущественных преступлений. В Калмыкии продолжается реализация национального проекта «Демография». Как сообщает Министерство социального развития труда и занятости, участники проекта могут бесплатно пройти обучение или получить дополнительное образование с целью сохранения текущей работы или дальнейшего трудоустройства. В этом году правительство страны расширило список категорий граждан, которые смогут пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Так, в их число вошли граждане в возрасте 50 лет и старше – граждане предмиссионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста. Кроме того, пройти обучение могут безработные лица в возрасте до 35 лет включительно. Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявление через личный кабинет единой цифровой платформы «Работа в России». Обучение проводится как в очной, так и в дистанционной форме. И последнее. 3 и 4 февраля пройдет 11-й республиканский фестиваль детского народного творчества «Хамдан». Победителю конкурса будут рекомендованы к участию в 21-х молодежных дельфийских играх России, которые пройдут в апреле в Красноярском крае. Отмечу, в прошлом году Республика Калмыкия вошла в топ-15 лучших регионов страны, занимая 11-е место в дельфийском рейтинге субъектов страны. Каждый год талантливые дети Калмыкии занимают призовые места в различных номинациях. Заявки на участие в республиканском фестивале принимаются до 30 января. Подробная информация по указанному номеру. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленые точки» и «Растелекома» и на официальном аккаунте в Instagram reacallum.ru. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова